Фёдор Абрамов о войне и победе Сейчас пойдёт речь о книге Фёдора Абрамова о войне и победе, в которой собраны художественные и документальные произведения Фёдора Александровича Абрамова о Великой Отечественной войне и победе. Предлагаемая книга впервые включает все художественные и документальные материалы Фёдора Абрамова о Великой Отечественной войне и победе. Среди них уникальные дневниковые записи времён войны и последующих лет, глава из романа «Две зимы и три лета», повести, рассказы, большей частью незавершённые, но не менее значимые, свидетельствующие о многолетних размышлениях писателя о минувшей войне. Личный опыт Абрамова военных и послевоенных лет был широк и многообразен. Он пережил мужество, героизм и трагедию защитников Ленинграда, блокадную зиму и не менее страшные, беспрерывные сражения женщин, подростков и стариков в тылу. Прежде всего, писатель считал своим долгом рассказать именно об этой страшной военной и послевоенной трагедии «Миллионов простых тружеников», о том знаменитая тетралогия «Братья и сёстры», равная по масштабу войне и миру Льва Толстого. Вспомним подробнее военную биографию Абрамова, которая во многом определила его писательское предназначение. В июне 1941 года с третьего курса филологического факультета ушёл Фёдор Абрамов добровольцем в народное ополчение защищать Ленинград вместе с другими студентами. Он был дважды тяжело ранен в сентябре и в ноябре 1941 года. Чудом уцелел на поле боя, в блокадном госпитале и при переправе через Ладогу по дороге жизни долечивался в тыловых госпиталях. Пережитое нашло отражение в незавершённых рассказах в сентябре 1941 года молодой командир «Белая лошадь», который он захотел посвятить погибшим сокурсникам. В отпуске по ранению он проживал на родном Пинежье, работал учителем литературы в Карпогорской школе. В июле 1942 года снова был призван в армию, служил до 1 февраля 1943 года в 33-м запасном стрелковом полку Архангельска. Затем до 20 апреля 1943 года курсант военно-пулемётного училища, откуда был призван на службу в особый отдел НКВД Архангельского военного округа. С 4 августа 1943 года до 29 сентября 1945 года следователь и старший следователь в следственном отделении контрразведки СМЕРШ Архангельского и Беломорского военного округов. Выдержав все муки и испытания военных лет, Абрамов и в последующие годы оставался мужественным бойцом за правду и справедливость. Он не только нас, но и себя, свои дела заставлял проверять подвигом защитников Отечества. В трудные минуты он обращался к памяти погибших товарищей, о том свидетельствуют дневниковые записи, помещенные в книге. К сожалению, многие произведения Абрамова о войне остались незавершенными, «Потому особенно значимы многочисленные заметки. Прочтите их внимательно. В них звучит голос Абрамова, мыслителя, гражданина, озабоченного судьбой России, народа, человечества». Пожалуй, никто так смело не сказал о трагической сути народного подвига, как Абрамов в заметках к повести «Разговор с самим собой». Из выступления Востанкина 30 октября 1981 года слова Федора Абрамова «Но самая большая радость в моей жизни – это то, что я прошел через войну и остался жив. А на войне мне пришлось повидать много. В 1941 году, когда добровольцами мы все, за многим исключением, кто поехал держать оборону под Ташкентом, мы все пошли на фронт, в общем, у нас уходило сто с лишним ребят с курса. Большой был курс, а вернулось человек девять. В числе их я». «Страшно много случайностей, в результате которых я оказался жив. Это надо рассказывать очень долго. И вот для меня самый великий праздник. Тут уж я открываю прописные истины. Это, конечно, День Победы». Прочитав книгу о войне и победе, вы убедитесь, насколько она долговечна, ведь она обращена к нам и будущему, ведь в ней звучат вечные вопросы. Продолжение следует...